Девушки отдыхают 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 Шамаев Шамаев Говорит вам что-нибудь эта фамилия Шамаев Александр Шамаев, да Нет Нет Хорошо, можете мне оставить свои координаты С удовольствия С удовольствием Девушки отдыхают Девушки отдыхают Катя, давай не сегодня. Ну чего? Я тебя завтра сам отвезу. Ну почему? Я так соскучилась. Ну пожалуйста, я целых месяц их не видела. Ну Лёша, ну у меня столько новостей. Меня на кусочки разрывает. Я хочу вам рассказать, что ты станешь папой, а они про бабушку и про дедушку. Ну пожалуйста. Катюша, я запрещаю тебе выходить даже за территорию усадьбы. Ну при чём здесь я или бабушка с дедушкой? Ну они же обидятся, мы же всё равно уже сюда приехали. Лёшка, ну я же уже не маленькая. Катя, ты прекрасно знаешь, когда я шучу, а когда нет. Я сказал нет, значит нет. Какие ещё вопросы? Никаких. Ну никаких, значит, никаких. Ну скажи своим оболтусом, чтобы они меня отвезли на своей машине, раз боишься так. Вот так всегда. Спасибо большое. Ну ладно. Я сказал хорошо. Спасибо. Ты у меня самый-самый-самый. М-м-м-м. Окей? Апто. А давай подсоблю карпач? Да ладно. Ну что, я поехала? М-м-м-м-м. Давай. М-м-м. 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 М-м. 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 Привет передавай. Окей. Я вчерашним не звук. Хорошо. Понятно. Пока. Пока-пока. М-м-м. М-м. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, принимай коня! Ты чего, Карпыч? Что случилось? Чего ты молчишь, Карпыч? Сосветой что-то? Сосветой все нормально. Карпыч, да не тяни ты, рассказывай, что случилось! Ну, говори, что случилось здесь без меня? Сосветой все нормально. А вот кому мои лошадки... Что лошадки? Помешали! Где Карпыч? Там, в манеже. Иди сам. Я второй раз не выдержу. Ветеринара вызвал. Говорит, транкулизаторы подсыпали. Подержи. Эх, ты мой хороший. Мой милый дружок мой. КОНЕЦ 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 Да. Здорово, Васильич. Васильич, отменяй встречу. Я не приеду. Такие у меня... Такие у меня тут обстоятельства. Да не пытайся ты меня уговаривать. Слышишь меня? Я... Я все понимаю. Ну, иди меня пойми. Я не могу приехать. По обстоятельствам непреодолимая сила. Ильич Ольга где? Пошла полковнику своему звонить. ПОДПИСИА Машечка Тихо, 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 тихо. Васильич... Слушай, я... Скажи, у нас там всё в порядке? Ну, я имею ввиду. Никаких ЧП пришествий. Ну, слава Богу. Да, давай, разгребем. Давай, пока. Господи, лошадей-то за что? Ну. Тихо-тихо-тихо. Понятно. 75 здесь. Леша, Лешечка, Господи, кто же это мог сделать? Это же не люди. Это звери какие-то. Не волнуйся, Светочка. Света, тебе нельзя. Алексей Сергеевич, я бы тоже с вами хотел переговорить в неформальной обстановке. Да. Оля, вы не могли бы отвезти Свету наверх? Может быть, успокоителя нашли бы? Ну, во-первых, я ничего успокоительного, кроме мяты с ромашкой, не делаю и заварю. А во-вторых… Здравствуйте, Алексей Сергеевич, с приездом. Пойдем. Пойдем. Спасибо. Возьми себя в руку. Да что же это такое? Тебе нельзя не обмечать. Успокойся. Извините. Ничего, ничего. Пожалуйста. О. Восемь лет пытаюсь бросить. Вот. Но тут на последнем задержании вообще думал богу душу, а там два с половиной дня не курил. А вот увидел это и опять. Да. Невеселая картинка. Угу. Вы хотели спросить что-то у меня? Да. Помните, я вас спрашивал про Шамаева? Да, конечно. Ну, вот вы сказали, что не знали такого. Нет, фамилия не знакомая. Я бы вспомнил. У меня память хорошая. А Ольга Михайловна мне подтвердила, что Шамаев был одним из соучредителей одной из фирм вашей супруги Светланы Наумовой. А, Шурик Шнурик, что ли? Да, был такой. Надо же, я даже не думал, что же из меня снова светит с этим типом. Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Да тут особо нечего рассказывать. Это было два года назад, здесь же, в этом лесу. Угу. Я переселился в сторожку лесника. Работа, знаете как, достанет везде. Интернет, мобильная связь. А тут ни того, ни другого. Поэтому, поэтому отпуск здесь проводить лучше всего. Я так люблю. Кто-то в Европу, кто-то на тропические острова, а мне подышают глушь. Отдыхают себя и от всех. Правда, как оказалось, и здесь не всегда спокойно. Да это раньше все. Алкоголики да тунеядцы, а теперь в основном беспредельщики. Времена меняются. Ну, дальше. Ну, дальше что? Работал здесь лесником, потом здесь же познакомился с Светланой. Шурик этот работал у Светланы в фирме, какие-то вид на нее имел. В общем, я ему как козью в горле стал. Решил он действовать, прислал каких-то парней, сначала побугать. А суток через трое они пришли уже при ножах и пистолетах. Вот как? Вот так. Ну и чем все закончилось? Да, пришлось пальнуть пару раз картечью. Они рассосались по кустам. Только нервы попортили и сестренку напугали. А вы с оружием в нормальных отношениях, да? Да нет никаких отношений. Институт, военная кафедра, плановые стрельбы и все. Хотя, как-то раз пришлось бизнес свой защищать, тогда времена такие были. Понятно. И после этого случая вы с Шамаевым больше не встречались, да? Нет. Ольга Михайловна посадила его за финансовую пехинацию. И вообще, как я понимаю, это было два года назад. Он в принципе должен еще сидеть. Скажите, а вы, ну то, что вы про Шамаева спрашиваете, вы подозреваете его? Да. Работа у меня такая. Проверять все возможные версии всех подозреваемых. Кстати, взрыв самолета мог быть связан с техническими неполадками. Вы не смотрите, так такое случается. Скажите, охрана у вас есть? Ну да. Положено по статусу. Вот передайте тем, кому положено по статусу, чтобы глаз не спускали с ваших близких. А еще лучше забирайте своих женщин и уезжайте в город, так будет спокойнее. Ну, я собственно так и распорядился. Мы сегодня день отдыхаем, а завтра обратно в город. Вы знаете, чем быстрее, тем лучше. Я не исключаю возможности третьего нападения. Я извиняюсь, я, конечно, может быть и глупость сейчас скажу, но мне кажется, я должен… Вам, если помощь какая нужна… Нет, поймите меня правильно. Интернет, мобильная связь, бумажки, в конце концов, вам протоколы выписывать. Обращайтесь. Вы сейчас глупость, конечно, сказали, но спасибо, Алексей Сергеевич. В случае чего я обращусь. Спасибо вам, товарищ майор. Спасибо. Капитан. Пошла, пошла, милая. Пошла, пошла, милая. – А к кому вы приехали? – К Никитичу. – К Никитичу. – А что это у вас пистолет? – Да. – А можно посмотреть? Нет, нет, нет. Лёша, он в отпуск не ездил. Они, как в последний раз со Светой, летали в свадебные путешествия. Так он и всё. Да, он сидит. А ты как же? Каникулы всё-таки. Каникулы. Мы со Светой, конечно, хотели в Венецию съездить. Но она не настроена как-то без Лёшки. Вот. А я бы, конечно, хотела на гондолах покататься. На гондолах? Ну, дед, это такая лодка. Узкая, длинная. Ну, в общем, если съездим, я вам всё привезу, покажу. Фотографии и… Слушай, а они не собираются там ребёночка заводить? Света с Лёшей. Собираются. Бабушка, ну ты, как всегда, честное слово, я тут речь приготовила. Думаю, сейчас приду, расскажу. Ой, речь она приготовила. Да вас не слышно и не видно никого. Дед, ну, совсем же забыли нас. Да. Ну, сколько вот, месяца три не видели никого. Да, где-то так. Ну, ба, ну… Ну, чё, ба? Ну, правильно баба говорит? Лёшка-то где? А? Небось вместе приехали? Угу. Вон его молодцы ворота стерегут. Если завтра не придёт, передай. Обижусь на него. Ну, дед, ну, дед, ну, не может он. Он за Светой смотрит. Вы что, не знаете, что вчера случилось в усадьбе? А чё случилось? И нет. Проболталась. Всё. Что? Теперь Лёша со мной неделю разговаривать не будет. А всё вы, расскажи, да покажи. Ой, ну ладно, ладно. Не хочешь рассказывать, не надо, ладно. Слава Богу, все живы-здоровы. Да живы, живы. Только Света испугалась, а у неё девять недель, и Лёшка переживает теперь. Так, что произошло всё-таки? Что? Да погоди ты старый, пристал к ребёнку. Ну, рассказывай. Что? Ну, рассказывай, внученька. У врача были. Сказал, то будет. Слушай, там же сейчас, говорят, такая техника у них, прямо вот сразу просветит, и на телевизоре видно, мальчик или девочка. Да, да, да. УЗИ называется бабушка. Но у Светы ещё срок очень маленький, поэтому не видно, мальчик или девочка. Рано ещё. Ой, счастье-то какое. Правнука бы повидать. Слышь, а живут-то как они? Дружно? Дружно. Ну, правда, Лёшка на работе постоянно. А вот недавно, позавчера, заваливаться домой, вот такенный букет цветов, оказывается, два года, как они познакомились со Светой. Вот молодец. Вот молодец. Молодец. Работа, работа, я всё помню. Не то, что мой Никитич. А что? А что? С днём рождения в этом году. Забыл меня поздравить. А что? Я ничего. С Новым годом поздравил? Поздравил. А на Пасху? И с Новым годом поздравил. Натащил полудом снегу. И я потом час вымакивала с полу. Это снеговичок был. Я ж как лучше хотел, чтобы к нам в дом зима пришла, чтобы веселее было. Вот этого снеговичка за печкой спрятал. Ещё рубашкой старой накрыл. Это для сюрприза. Чтоб нежданно-негаданно. Оп! А у нас в доме снеговичок живой. Я пока на стол собрала. Представишь, какой у меня сюрприз. Посреди хаты был. Да я ж как лучше хотел. А ты так долго у печка возилась, что он и истёк. Да, конечно. Я возилась, а ты на диване лежал. Ну, 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 не ссорьтесь. Перестаньте. Да, Господи, мы не ссоримся. Мы не ссоримся. Так, ворчим по-стариковски. Кушай, кушай. Ты про себя лучше расскажи. Как там институт? Второй курс. Тяжело, наверное? Ну, в принципе, да. Но интересно. Мальчики, небось, заглядываются, а? Наша песня хороша. Начинай сначала. Ну, чё вы всё об одном да об одном. Ну, чё? И куда мне теперь с мальчиками? Вот она какая я. Красавица. А я думал, это мода у вас, молодых, такая. Ох, ничего себе, мода. Модницу нашли. Не, а она шо это тебе тогда, вот этот полный рост железа? Бабушка, это брекет называется. Чего? Брекет. Вот я сейчас поставлю. У меня зубки выровняются. А потом один к одному ростей будут. А. Ну, а потом и про мальчиках можно подумать. Да? Так. Давай, старая, неси-ка сюда чаёк погорячее. Ладно, сейчас. Вот. Будем твои пироги пробовать. Сейчас, сейчас. Да. Да. Угощайся, угощайся. Пей. Сейчас горяченького чайкул принесу, вот пей. Вот ты видишь, будет всё как надо. Вот за это? Я, наверное, тебя и люблю. Вот вы где. А я вас ищу-то. Ну, что? Решили всё-таки в город? Да. Ну, да. А чего судьбу-то испытывать? В город? Жаль. Жаль. Я своего полковника уже по стойке смирно поставила. Думала, что мы будем отстреливаться, как говорят, до последнего патрона. Слушай, ты со своим полковником нам уже все уши прожужжало. Только я что-то ни вертолётов, ни артиллерии не вижу. Светочка, он полковник, он не генерал. Вот. Ему нужно всё согласовывать с высшестоящим начальством. Нужно указать направление. Так что боеприпасы, в конце концов, просто так тоже не выдаются. Оля, послушай, ты только не вздумай здесь одна оставаться, ладно? Мы когда двинемся, ты сразу же за нами. Светик, после всего, что я тут увидела и пережила, меня уже сложно чем-либо испугать и удивить. Так что я останусь здесь сторожить. Ну и потом, на кого ж я карпач-то оставлю? Ух ты! Что? А полковник? Что полковник? Полковник получает сегодня наряд, не очереди. Потому что домоработница укатила с внуками на море. Так вот он пусть вместо неё постоит на кухне, покышеварит. Пусть сделает генеральную уборочку. В конце концов, раз в жизни проверит у сына уроки. Угу. Видишь, какая жестокость? И за что? Несчастный полковник. За что? За что? Семь часов назад я позвонила ему с воплем о помощи. Где эта помощь? Вот где она? Нету. Тишина. Да оставь ты в покой бедного мужика. Он у тебя человек подневольный, казённый. Это же не его частный бизнес. Он на государственной службе. Алексей Сергеевич? Да. Вот армия призвана кого защищать? Ну, у кого? Ну, у вас у самой должен быть ответ. Ну, у меня есть. Правильно. Свой народ. А я и есть. Вот тот самый, что ни на есть, любимый народ. Слушайте, а что-то я Катюшу давно не вижу. А где она? Она к Никитчу поехала, в деревню. В девять обещала вернуться. Уже одиннадцать. Ты что, её одну отпустил? Да нет. Вообще она поехала с ребятами моими. С какими? С Мишкой и Славкой? Ну да. Они уже два часа как у ворот ушиваются. Я сейчас. Ну что ли, что ветерина рассказала? Счастье, что остальные на пастбище были. Я его попросила остаться на несколько дней. Он согласился. Я спрашиваю, где Катя? Что было сказано? Ты думаешь, это Шурик? Что происходит? Не знаю. Слишком быстро и слишком грубо. Какие ещё есть предположения? Присмотрюсь к персоналу. Нанимали много новых весной. Вернёмся в город, всех повольнее. К чёртовой матери! О! Гениально сказано! Вот! Так ты выяснил, где Катя? У Никитича осталось ночевать. Хотя я категорически запрещал это. Ну, ну всё нормально? Нет, не нормально. Не нормально, потому что здоровые лыбы уже два часа ходят по усадьбе, в то время как шеф ничего не знает о том, где его сестра и что с ней происходит. Да успокойся ты, Господи. Не хватало ещё, чтобы ты равновесие потерял. Да какое здесь равновесие, к чёрту? Всё правильно. Я считаю, что мужчина должен быть в ответе за своих женщин. Во! Золотые слова. Я сейчас их процитирую полковнику. Пусть знает. Господи, бедный твой полковник. Спокойной ночи. Спокойной ночи! Василий! Ты смеешь, что ли? Потрясающе! Алексей Сергеевич! Алексей Сергеевич! Тут очень странное письмо вам принесли. Без штампа, без обратного адреса. А чё не здороваешься-то? Вроде не виделись сегодня. Привет. Здрасьте. Так и было распечатано? Я, я не читала. Это охрана. А камеры наружного слежения? Не фиксировали? Да, фиксировали. Вроде молодой человек. Рост выше среднего, в капюшоне. Вот. Но лица не видно. Всё время спиной. Такое ощущение, что знал, где камеры расположены. Что там? Что? Ничего хорошего. Скажи ребятам, пусть готовят джип. Я буду через полчаса. Хорошо. Да. Хорошо. Ой. Господи, зачем мне их напяли? Дура. Как улов, Карпыч? Хе-хе-хе. Андреевна, привет. Как улов, Карпыч? Хе-хе. Андреевна, привет. Слышал, в город собрались. Да, собирались, Карпыч. Только Лёшка почему-то час назад уехал в деревню. Я не знаю, то ли письмо какое-то получил. Или Оля что-то перепутал. А, он и что, а я хотел его с собой зацепить. Да пожалел. Человек намаялся за весь день. Спит без задних ног. А может быть его на вечернюю забрать? Лёшка-то, а? Ну, если не уедем, я с вами сама с удовольствием поеду. Ну, может, в городе безопаснее. Ой, не знаю, Карпыч. Утром проснулась. Такая здесь благодать. Кажется, все, что вчера было, это дурной сон. Ну, останься. У меня для тебя радостная весть. Две лошадки уже поднялись. Ну, слава богу. Господи, а то я даже заходить туда боялась. Ну, ты в последнее время совсем раскисла. Ну, придет, уйдет. Ты ж всегда у нас такая была. Ух. Да, только не сейчас. Будущим мамам обязательно нужен свежий воздух. Так что я тебя приглашаю на озеро. Составишь компанию старику? Слушай, ну, может, хватит себя стариком называть? Тебя, между прочим, если правильно поставить, ты еще ого, какого дрозда можешь дать. Не даром же Ольга тобой своего полковника стращает. И что? Ну что, не знаю. Наверное, виды на тебя имеет. Ну да, ну да. Ладно, я отнесу на кухню. На обед уха будет. А вечером можно на углях запечь. Во! Добыча моя! Ну что, рыбку ловите? Да, отдыхаем. Понял, Алексей Сергеевич. Я сам. Оружие сдать. До города добирайтесь, как хотите. Уволены. Оба! Во! Через полчаса с вами будет машина. Ага. С ней машина сопровождения. Начальника службы безопасности зовут Борис Евгеньевич. Опа! Все новые, что ли? Ну, типа того. Алеш, ну не молчи, а. Ты можешь нам с Ольгой сказать, что написано в этом письме? Алексей Сергеевич, ну, я понимаю, я вам никто, но Светлана ваша супруга. И вы должны нам дать объяснение. Это ничего не изменит. Ровным счетом. Наберитесь терпения. Я вернусь через несколько дней и все расскажу. А сейчас, пожалуйста. Оля, помогите Свете собраться. Так, я сразу говорю тебе, нет. Я без тебя никуда не поеду, Леша. Тебе нельзя нервничать. Никуда не поеду. Успокойся, я тебя прошу. Алексей Сергеевич, это неправильно. Вы должны, вы обязаны нам дать объяснение в сложившейся ситуации. Я хочу, чтобы все понимали, что в сложившейся ситуации есть только одно необходимое требование. Чтобы через пятнадцать минут вашего духу здесь не было. Все понятно? Так вот, это ваша супруга. Мутарите на нее. Я, слава Богу, работаю у вас пока драк, но я не обязана выполнять дурацкие приказания. Я тоже не собираюсь выполнять твои дурацкие приказы. А можно вас спросить кое о чем? Да, пожалуйста. Какого черта вы постоянно лезете не в свои дела? А почему это не лезет? Вот чего вы свете свой нос к ним в свои дела? Это мои дела. Это абсолютно мои дела. Перестань так с Ольгой разговаривать. Ничего, я привыкла. Не обижайся на него. Господи, как вы мне надоели. Ищу. Я привыкла. Оль, ну не обижайся ты на него. Он сгоряча. Вот. Читайте. Читайте. Ты, наверное, уже догадался, что твоя сестра не добралась домой вовремя. Тая задача, это меня радует. Значит, сговоримся. Так вот, козел, деньги мне от тебя не нужны. Я хочу видеть тебя одного сегодня. Не позднее двух. На разбилке восемьдесят седьмого участка лесхоза. Жду с нетерпением. Предвкушаю, как ты на карачках будешь просить у меня прощения, чтобы я оставила тебя в живых. Приведешь с собой ментов или еще кого-нибудь. Можешь сразу заказать панихиду по своей сестре. Так, Алеша, я тебя никуда не отпускаю. Ты слышишь? Прегчало? Ты никуда не поедешь. Теперь прогчало? Алексей, Алексей. Ну, это неправильно. Ну, неправильно. Ну, куда вы сейчас вот, куда сорветесь? Не надо. Здесь не нужна спешка. Может, договоримся с полковником? С каким полковником? Советы какого полковника мне помогут сейчас? Ты понимаешь, это мое дело. И главное, что мне нужно от вас сейчас, это чтоб вас здесь не было. И что, когда я пойду на встречу с этим уродом, чтоб я чувствовал себя уверенней, понимаете? Алексей, пожалуйста, возьмите меня с собой. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, подожди. Возьмите меня с собой. Я не серьезная угроза. Я женщина. Но мы вместе сможем постоять для себя. Слушай, ты не серьезная угроза. Ты совсем сумасшедшая, да? Нет, Оля. Спасибо вам. Разговор окончен. О, Господи, что я несу? Алеша! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Чем я хуже? У меня такие же руки, ноги у меня есть. Чем я хуже? Что это? У меня родителей нет таких богатых, которые подарочки бы носили всем. Но я в этом не виновата же. Не ты, так твой брат. А Леша тебе чего сделал? Ничего он мне не сделал. Он мне лично ничего не сделал. Но вот такие, как он, все мне испортили. Всю жизнь. Да ты ничего не знаешь. Слышишь? Ничего не знаешь. И не имеешь никакого права его обвинять. Я все вижу. Глазами своими вижу. Ничего ты не видишь. Ты давно уже закрыл глаза на все. Они у тебя добрые и красивые, между прочим. Красивые, добрые. Эх ты. Где? Где родился? О, Алексей вернулся. Фегас. Красавица, а где хозяин? Что случилось? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. О, Господи, что это? Что это, Господи? Андреевна, это еще не значит, что с ними что-то случилось. Ну что ты паникуешь? Ну всяко могло быть. Ну что ты? Может быть, лошадь поранилась. Карпач, осмотри ее. Может быть это, ну не его, а может быть он кого-нибудь. Карпач, посмотри. Вы что, с ума сошли? Вы что, надо мной издеваетесь? Что вы мне сказки рассказываете? Так, Карпач, собирайся, поехали его искать. Я тебя никуда не спущу. Вот так вот. Андреевна, ну куда на ночь глядя? Ну там и днем трудно, а ночью мыкаться, ну… Карпач, быстро неси ружье. Зачем? Зачем? Зачем тебе ружье? Зачем оно тебе? Ружье и патроны. Лучше, если это будет картечь. На крупного зверя, понимаешь? На какого зверя? На дикого зверя, на человека. Я тебя никуда не отпущу. Оля, я тебе не буду сейчас ничего объяснять, у меня на это просто нет времени, понимаешь? Но если бы с твоим полковником произошла такая же ситуация, я не думаю, что ты бы сидела сложа руки. Я б не сидела. Я поступила бы точно так же, как и ты. Вот. Если бы… Не дай бог. Но. Я тебя одну никуда не отпущу. Я тебе уже сказала. И можешь драться со мной. И потом. Я не понимаю, что ты там увидишь? Сейчас ночь. Что ты в лесу увидишь ночь? Я предлагаю, завтра с утра мы вместе с тобой идем на поиски Алексея Сергеевича. Такой интеллигентной экспедиции на участок номер восемьдесят семь. Я не знаю, где этот участок. Ты знаешь, где он находится? Нет, не знаю. Но я его найду. Ты найдешь, да? Где ты его? Вот ты его будешь искать. Надо взять человека, который знает все кости тропы. Надо взять Никитича. Какого Никитича? Он еле ходит. Он старый совсем. Он не выдержит. Вот. Патронов штук двадцать. О! Смотри! Мужчина хоть куда? Ну, насчет хоть куда — это вам виднее. Лес ходил на охоту, а там без карты. Посмотри, как прорвало его, а. Вот когда тебя спрашиваешь, вот слова из тебя клещами не вытащишь. А сейчас прямо… Ты знаешь, как добраться до восемьдесят седьмого участка, а? А зачем он вам? Два часа верхом. Верхом нельзя, только на джипе. У нас лошадей нет. Посмотри, все на карантине. Оля, на джипе. Куда? Джип не пройдет. Пешком сколько? Пешком четыре часа с передышкой. Карпыч, послушай, давай подумаем сейчас, какой дорогой Алексей мог добираться до этого восемьдесят седьмого участка? Через просеку, мимо озера. Куда? Карпыч, собирайся поехали искать. Куда? 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 Ну, скажи! Андреевна, ну, куда сейчас на ночь глянем? Ну, там мы днем, а ночью мы там мыкаться будем. А утром мы с тобой не бойцы. Пойди, выспись, отдохни. А солнышко как утром зайдет, так и пойдем. Ну, меня не слышишь. Ну, послушай умного человека. Ну, послушай, ну, я прошу тебя. Ладно, хорошо. Завтра так завтра. Слава Богу. Дай я тебе поцелую. Дай сюда. Дай сюда. Я прошу собираться. Оля, подожди. Да. Ты остаешься здесь. Как? Рано утром. Звони следователю. Пусть приедет. Отдай ему письмо. Расскажи все, о чем знаешь. Потом звони полковнику. Вызывайте подкрепление. Прочесывайте лес, машины, вертолеты. Оля, я умоляю тебя, сделай все, что сможешь. Нет, а… А почему я все время в тени событий, а? Подруга, подруга называется. Никакого доверия. Я ей все доверяю. Есть хочешь? Я? Не знаю. Мне б водички… Это легко. Еще? Угу. Слушай, у меня руки затекли. На жалость даешь? Да не давлю. Я просто пальцев уже не чувствую. Не развяжу. Ну, смешной ты. Кормить тоже с руки будешь? Кормить? Нет. Ну, кто ты мне такая, чтоб тебя кормить еще? Пленница. Ни надежды, ни сострадания. Это про что? Не про что, а про кого. Это из Анны Карениной. Угу. Ты, которая под поезд сбросилась? Угу. Слыхали. У нее была красивая, но несчастная любовь. Угу. А ты тут при чем? А может, у меня тоже любовь. Может, меня кто-то ждет там, а я здесь, в заброшенном сарае со сваженными руками. Э-э-э, на жалость не дави. Да не давлю я. Ну, куда я отсюда денусь? Действительно, куда ты отсюда денешься? Справа болото. Слева не пролезть. До ближайшего населенного пункта километров десять. М? Ну, тем более развязал бы. А я тебе на ужин что-нибудь приготовлю. Мне на ужин? Ну, да. Что, правда? Настоящий ужин. Как семья. Ну что, как насчет ужина? Ты знаешь, я бы с удовольствием. Но пацаны приедут. И что? Будут в непонятках. Не развяжу я тебя. А куда они уехали? Все тебе расскажи. По делам поехали. Выкуп за тебя требовать. Подожди. Так это вы самолет взорвали? Не печалься, развеются тени. И уйдут незаметно с рассветом. И уйдут незаметно с рассветом. И вчерашние хитросплетения Убегут, пропадут, Канут в лето. Они украли наши сны И за собой сожгли мосты. Им обязательно нужны наши мечты. Они готовы нас распять. Их будоражит наша кровь. Но им не суждено Отнять нашу любовь. Не грусти, милый мой, Нам по силам Разобраться С любою бедою. Потому что Мы любим красиво. Потому что Я буду с тобою. Они украли наши сны И за собой сожгли мосты. Им обязательно нужны Наши мечты. Они готовы Нас распять. Их будоражит Наша кровь. Но им не суждено Отнять Нашу любовь. Нашу любовь. Эх, сейчас бы корзиночку да по грибочке. Их тут под каждым кустом после вчерашнего дождичка. Не до грибочков сейчас. Господи, я в пеший поход лет десять назад ходила. Карпыч, давай отдохнем немного, а? Давай. Вот не поверишь, А я бы сейчас шел по лесу, шел, куда глаза глядят. Да, хорошо в лесу. Господи, как же я лето люблю. Летом какая-то надежда просыпается. Вера в будущее. Это у вас молодых вера в будущее, а у нас стариков тишина и покой. Хватит приезжать, а? Не помирать ли ты уже собрался? Я Андреевна в своей жизни все сделал. А вернее ничего не сделал. Разбередили вы меня вчера своими допросами. А ведь все верно, ничего у меня нет ни дома, ни кола, ни двора, ни семьи. Карпыч, сейчас во всех газетах пишут и по телевизору постоянно говорят, что мужики в семьдесят лет еще ого-го. Так что вот закончится все это, вернемся домой, и я займусь твоим благоустройством. Ладно. Не вернусь я, не вернусь. Что значит не вернусь? Ты чего надумал? Да это вы молодые думаете. Старики чувствуют. Вот и я чувствую. Это что ж ты такое чувствуешь? Легко как-то. Хорошо. Летишь над землей, как птица. Везде, где ступаешь, травка поднимается, спина не болит, голова ясная. Так может это от воздуха? Может и от свежего воздуха. Очевидно, здесь он спешился. Видно, коняга подустала. Обратно вернулась одна. Пойдем, пойдем. Быстрее пойдем. Оно и ближе окажется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...